Продолжение следует... Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. В этом видео я вам расскажу все о аренде. Итак, давайте разберем. Аренда бывает разного вида. Это может быть долгосрочная аренда и краткосрочная. Вот в этом видео мы разберемся о краткосрочной аренде, ту, которую вам нужна, если вы приехали сюда отдыхать на летнее время, к примеру. Итак, мы пообщаемся в этом видео со специалистами, которые занимаются непосредственно сдачей в аренду квартир. Мы узнаем, как и где лучше снять виллу, апартаменты или квартиру. Ну и разберем другие моменты, которые помогут вам не вляпаться ни в какие интересные истории. Поэтому садитесь поудобнее и запаситесь терпением. Мы будем все тщательно рассматривать. Итак, я сейчас нахожусь в Алане, на набережной. В летнее время здесь очень много людей со всего мира. Сейчас их пока нету и все готовится к туристическому сезону. По аренде недвижимости огромное количество предложений совершенно... Плюсы. Это, конечно, экономия времени. Запрещена ли краткосрочная аренда? Краткосрочная аренда не запрещена. Платите 200, может быть 300. Нету пределов. Первое, про что я вам хочу рассказать, это как найти квартиру в Анталии или Алании для съема. Ну, примерно такую, как это. Способ номер один. Онлайн-сервисы. Есть большое количество сайтов, на которых владельцы и доверенные лица выставляют свои суперпредложения. Давайте посмотрим. Процедура аренды на таких ресурсах продумана, прозрачно и регламентирована. От собственников и жильцов требуют исполнения четких прозрачных правил, а администрация сайта выступает в роли посредников. Так, например, даже если вы перечисляете деньги на сайт, собственник их не получит, пока вы не вселитесь. Или, если вдруг возникнут какие-нибудь споры, администрация сайта также подключится к разрешению возникших разногласий. Второй способ – это аренда через риэлтора или агентство недвижимости. Для этого тщательно изучите сайт, на котором вы собираетесь выбрать себе недвижимость. А давайте предпочтение тем агентствам, где в штате есть целые отделы, которые этим занимаются, изучите в соцсетях, что про них пишут те люди, которые уже воспользовались их услугами. Потому что, как правило, люди с удовольствием поделятся своим опытом, дабы уберечь вас, если это плохое агентство, или, наоборот, сказать, да, это агентство стоит того. Агентств, слава богу, в Алании хватает, их много, как апельсин на деревьях, и поэтому с этим не будет трудности. Обращайтесь к нескольким риэлторам. Сразу просите выслать фото и видео, подробную информацию. Задавайте вопросы, желательно в письменной форме. И тут не хочу никого обидеть, но я, зная огромное количество специалистов в этой области, могу сказать, что некоторые очень добросовестные, готовые для вас звезду с неба достать, а другие получили деньги и стараются не утруждать себя и потихонечку отходят от взятых на себя обязательств. Бронирование осуществляется через внесение предоплаты. Как правило, это 20-30% от стоимости. В случае отказа от проживания с вашей стороны аванс не возвращается. Хотя на моей практике достаточно случаев, когда люди заранее обращались с просьбой либо вернуть депозит, либо перенести даты отдыха, и им шли на встречу. Уточняйте, и пусть это будет прописано в вашей переписке. Все обязательные расходы, такие как, например, оплата за электричество или воду, и дополнительные сборы типа уборки. Хотя, кстати, по моему мнению, это уже совсем перебор, и уборка должна включаться в стоимость. Но тут уже ничего не поделаешь, играем по тем правилам, которые уже здесь существуют. Депозит. При въезде вы платите 200, может быть, 300 евро, который вам обязательно возвращается после того, как вы уезжаете из сетенатой квартиры. Приходит хозяин или риелторская компания, смотрит мебель, смотрит технику, говорит, да, окей, все нормально, и возвращает вам деньги. Поэтому эта сумма не должна вас пугать. Это депозит для того, чтобы те, кто сдает вам квартиры, были уверены, что все хорошо. Арендуя квартиру через агентство, обязательно требуйте договор о оказании услуг. Это будет вашей главной защитой в спорных ситуациях. Плюсы. Это, конечно, экономия времени. Второй плюс. У солидного агентства есть большое количество актуальных и очень хороших предложений. Плюс. Это то, что вы более защищены от недобросовестных арендодателей. И юридическая частота сделки очень важна. Ведь краткосрочная аренда запрещена в Турции, но об этом чуть позже. Ну и, естественно, большое количество опций и услуг, такие как трансфер, заказ еды, экскурсии и многое другое. Минусы. Цены выше, чем у частных собственников. Есть еще такой минус. Вы приезжаете на место, оказывается, не та квартира, не та мебель. Знакомо такое. Есть, нет и слава богу. Но это может быть минусом. Поэтому остерегайтесь. Арендовать квартиру у частных собственников. Многие наши соотечественники выбирают социальную сеть Facebook. И там есть группа «Русский в Анталии». Рекомендую. Плюсы. И первый из них – это, конечно же, цена. Потому что цена от собственников самая низкая. Второй плюс – это большой выбор разных вариантов. И третий плюс – конечно же, кто, как не собственники, будут вас с удовольствием встречать и радоваться, когда вы к ним будете возвращаться вновь и вновь и рекомендовать своим друзьям. Минусы. К сожалению, очень высокая вероятность нарваться на мошенников. Второй минус – и это очень важно. Обратите внимание, что частные лица не имеют права сдавать в аренду свое жилье. И если будет какая-нибудь проверка и оштрафуют на кругленькую сумму владельца, то вас попросят освободить помещение и отдых будет испорчен. Так что будьте внимательны. Раз уж заговорили о запретах, скажу вам, действительно, есть запреты на краткосрочную аренду на заказательном уровне. Это означает то, что могут заниматься этой деятельностью легально только теоретические фирмы, которые имеют соответствующие разрешения. Если говорить простым языком, в основном вся легальная аренда будет в так называемых апарт-отелях. Апарт-отель – это такой отель, где вам предлагают проживание не в комнате, а в полноценной квартире с отдельной кухней, спальнями комнатами, а также разными дополнительными услугами, такими, например, как завтрак, помощь в заказе еды, вызовы такси и тому подобное. Лучшее предложение по бронированию таких апартаментов можно получить, например, на Booking.com. А как же выкручиваются риэлторы? Для того, чтобы получить ответы на все вопросы в этой сфере, я договорился о встрече с руководителем отдела продаж солидного агентства недвижимости Юлией Байдан. И сейчас мы получим ответы, которые тебя интересуют. Юль, добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, ваше агентство занимается сдачей аренды в недвижимость. Как это происходит? Все верно. Наша компания является лицензированным агентством по недвижимости. Давайте разберемся, в первую очередь, что значит это страшное слово – лицензированное агентство по недвижимости. Это значит, что именно наша компания зарегистрирована в торгово-промышленной палате в Алании, как юридическое лицо, и имеет право на сопровождение сделок по недвижимости. Также наша компания, то есть этого недостаточно, естественно, и для ведения сделок по недвижимости, для проведения операций по недвижимости, необходимо наличие специального сертификата, который у нашей компании также есть. И таким образом мы можем проводить все операции с недвижимостью – покупка, продажа, сопровождение сделок, послепродажный сервис. Более того, я как собственник и директор компании имею сертификат риэлтора уровня 5, который подтверждает мою квалификацию. Таким образом, наша компания является лицензированным агентством по недвижимости и может проводить сделки, которые связаны с продажей, покупкой и арендой недвижимости. В нашей базе по аренде недвижимости огромное количество предложений совершенно на разный бюджет, разный вкус. У нас есть квартиры в комплексах с развитой социальной инфраструктурой, да, то есть сауны, хамамы, открытые-крытые бассейны. Есть квартиры, да, то есть более бюджетные, в комплексах городского типа, соответственно. Есть студии, есть виллы, то есть выбор огромный. Да, но ведь краткосрочная аренда запрещена. Как же вы сдаете квартиры? Давайте разберемся в этом вопросе, он действительно очень интересен. Действительно ли запрещена краткосрочная аренда? Потому что ни в одном официальном документе подобного закона нет и не было. Существует закон под номером 1774, который называется Кимлик Бильдерме Кануну, да, то есть это закон, который обязывает регистрировать жильцов, да, то есть постояльцев, которые остаются в квартирах на краткосрочный промежуток времени, соответственно. Каким образом все это происходит, да, то есть существует система, которая называется КБС, это означает Кимлик Бильдерме системе, в которой, соответственно, и происходит регистрация людей, которые приезжают в Турцию с целью краткосрочного отдыха. А тут начинается интересный момент. Доступ в эту систему может получить только юридическая компания. Таким образом, краткосрочная аренда в Турции не запрещена, она просто ограничена физическим лицам. Юль, скажи, пожалуйста, вот я, к примеру, клиент, который хочу приобрести квартиру для того, чтобы потом ее сдавать, как это можно сделать? Ну, в первую очередь, конечно, безусловно, нужно определиться с бюджетом, да, то есть это такой самый важный момент, потому что на определенный бюджет всегда хороший агент, хороший риелтор сможет предложить самые ликвидные варианты, которые пользуются, будут пользоваться максимальным спросом для сдачи в аренду. То есть определяемся с бюджетом, далее уже доверяем агенту, который советует, да, например, часто бывает так, что есть просто комплексы, у которых уже известное имя. То есть априори в этих комплексах сдавать апартаменты будет гораздо проще, ну, потому что они раскручены, например, да, то есть, поэтому если агент вам говорит, что, грубо говоря, вот в этом комплексе квартира будет сдаваться лучше, то есть, ну, скорее всего, это действительно так, потому что, ну, вот лично мои менеджеры, мы все-таки ориентированы на то, чтобы получить на выходе довольного клиента, то есть в любом случае мы стараемся советовать то, что действительно сдается в аренду и пользуется спросом. Спасибо огромное. И смотрите дальше. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте, Полина. Запрещена ли краткосрочная аренда? Краткосрочная аренда не запрещена, она разрешена даже, можно так сказать. Единственное, нужно соблюдать условия, то есть гости, приехавшие, да, которые снимают квартиру или, допустим, да, какие-то квартиры. Фирмы риэлтора, которые занимаются сдачей в аренду. Обязательно в системе, да, есть такая система. Гости должны быть учтены. Ну и кроме того, за сдачу в краткосрочную аренду, да, за это тоже также должны быть уплачены все налоги, потому что с этой стороны уже тогда возникает вопрос у налоговых органов. К вам кто-нибудь обращался как пострадавший от закона, регламентирующего краткосрочную аренду? Лично ко мне у меня не было таких обращений, но, да, слышала много, что проверки проходят, об этом говорится и на сайте полицейского управления, что вы должны очень внимательно относиться к тому, у кого вы берете квартиру в аренду, кто вам ее сдает, поскольку предусмотрены следующие штрафы за нерегистрацию. Сейчас в 2020 году это уже более 11 тысяч лир, ну и да, и кроме того уже говорила уплата налогов. Да, но ведь частники все равно сдают свои квартиры. И вот как, к примеру, быть, если возникает такая ситуация, что человек приезжает на отдых, а квартира оказывается не та, не в том месте, поломанная мебель, хотят вернуть себе депозиты, расторгнуть договор, а у них это не получается. Вот как быть в таких случаях? В таком случае, конечно, можно обратиться и в полицию, можно обратиться к общественности и использовать какие-то правовые средства воздействия на посредника риэлтора, но единственное, я замечу, что это займет время, то есть каким образом арендаторы будут это делать, то есть в любом случае здесь на территории Турции должен быть какой-то человек, да, который бы мог помочь разобраться в этой ситуации. Получается, если вы приехали и на месте уже, то, на мой взгляд, единственный вариант, ну и в первую очередь, это нужно договариваться каким-то образом с посредниками риэлторами. И вообще, к слову, да, до того, как вы приедете в Турцию, до того, как вы уже сняли квартиру, рекомендую обращаться к проверенным агентам, к проверенным агентствам недвижимости, то есть по отзывам и, конечно же, не то, чтобы не обращать внимания, поскольку в объявлениях часто бывают, да, низкая цена. Люди, которые желают снять в аренду, они думают, что да, вот хорошая цена, возможно, мы приедем и нам это обойдется дешевле, но не забываем, что, скорее всего, за этим кроется, опять же, несоблюдение законов со стороны собственников, посредников, риэлторов, и в дальнейшем проблемы могут возникнуть у вас. Как правильно арендовать квартиру, чтобы не попасть в никакие неприятные ситуации? Правильно, я считаю, что нужно обращаться к проверенным, опять же, агентам, агентствам недвижимости, чтобы не вляпаться в историю. Ну и, конечно, обязательно, когда нужно проверить договор, который с вами заключают, договор о сдаче недвижимости в аренду. В дальнейшем, конечно, будет не лишним поинтересоваться, внесли ли вас в систему учета, в полиции, зарегистрировали ли вас, чтобы не создавать проблем. Сколько стоит арендовать квартиру? Конечно же, точно цены вам никто не скажет, потому что это зависит от очень многих факторов. Например, когда я приехал в Турцию, были не самые лучшие экономические времена, не самые лучшие политические времена, и в высокий сезон можно было снять квартиру, хорошую квартиру 1 плюс 1, ну, примерно за 500-600 долларов. Сейчас все поменялось, и цены, конечно же, тоже. Поэтому давайте рассмотрим, сколько же стоит квартира 1 плюс 1 в самых популярных курортных городах анталийского региона. Алания. Здесь цены варьируются где-то от 250 до 450 евро в неделю. Это городок, где можно отдохнуть как с семьей, так и с возлюбленной. Или поехать просто посмотреть близлежащие окрестности, тоже будет комфортно. Цена достаточно умеренная. Анталия. Несколько более дорогой курорт, чем Алания, поэтому цены здесь будут варьироваться где-то от 300 до 500 евро в неделю. И я уверен, что здесь вы сможете найти отдых на любой вкус, много всевозможных развлечений. Ну, а там дальше уже выбирайте сами. И, наконец, Кемер. Сразу хочу сказать, что этот курорт будет выше по стоимости. Во-первых, потому что это уже достаточно раскрученный известный курорт, куда любят приезжать наши сограждане. Плюс здесь очень много всевозможных развлечений для разных слоев населения. Здесь найдутся места и для любителей пляжного отдыха. Здесь могут найти уютные места и молодожены, и семьи с детьми. Короче говоря, на все вкус и цвет есть возможные развлечения. Даже молодежь может как следует поклубиться в кубах. Поэтому здесь очень все развито для туризма. И еще один из нюансов. Здесь в основном сдаются виллой. Ценник на высокий сезон начинается от 1000 евро и достигает невообразимых высот. Практически нет предела. Потому что все зависит от набора услуг, качества виллы, ну и очень многих других фактов. Поэтому разброс цен очень большой. Надо лишь только понять, что вам нужно. И уверен, вы это себе найдете. В Анталии и Алании, честно говоря, я не сталкивался со случаями откровенного мошенничества. А если что-то и было, то это скорее было исключение из правил. Потому что те, кто сдают в аренду свое жилье, естественно, заинтересованы в своих клиентах. Чтобы они приходили вновь и вновь и оставались довольны, рекомендовали друзьям. Ну а если вы вдруг попали в подобную ситуацию, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. И мы будем вам за это благодарны. Работайте с удовольствием, отдыхайте с позитивом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»